В настоящее время на территории района регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Степень заболеваемости остается на уровне эпидемического порога за счет болезни взрослого населения. Ежедневно с симптомами ОРВИ и гриппа в больницу обращается порядка 30 человек. На сегодняшний день в Краснокамском районе имеются случаи лабораторно подтвержденного гриппа. Учитывая эпид-обстановку и в соседних районах, и в целом в республике Башкортостан, можно ожидать начала эпид-сезона уже в ближайшие дни. Параллельно с гриппом также увеличиваются и вирусы негриппозной теологии. Это парагрипп, аденовирусная инфекция, протовирусная инфекция. На сегодняшний день в республике, в целом, если взять, в республике циркулирует грипп Гонконг, так называемый подтип H3N2. Это сера типа А гриппа. Как раз для этих целей в этом году проводили вакцинацию, в котором уже содержатся защитные меры, которые против H3N2. Также против H1N1, это сера типа А, и сера типа Б тоже включены. В нашем районе есть такие случаи с регистрированной? В нашем районе 8 случаев, на сегодняшний день 8 случаев с регистрированной гриппой, из них 5 детей. Они все госпитализированы в инфекционный стационар в городе, и у них у всех сера типа А. РНК, выделенная РНК, сера типа А. Конкретно какой подтип, H3N2, Гонконг или не Гонконг, птичий грипп конкретно лаборатория не дает заключения. Это у нас в городе делается. А с какими симптомами они обращались? Первые симптомы это такие же как у РВИ, но грипп отличается от у РВИ то, что начинается резко с повышения температуры, ослабление, слабость, насморк, кашель. И в первые же сутки возникает, так скажем, тяжелая форма понимания, это часто в 60% случаев возникает тяжелая форма понимания с острой дыхательной недостаточностью. Вот этим и отличается грипп. Основной мерой профилактики остается вакцинация. Прививочная кампания против гриппа была завершена в ноябре. На сегодняшний день привиты 39% населения района, 10 из которых дети. Имеющиеся вакцины обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне. Поэтому не стоит избегать всеобщей иммунизации населения. Но если все-таки вы не привились и у вас появились признаки заболевания, эпидемиолог советует немедленно обратиться к врачу. При первых же признаках заболевания необходимо оставаться дома, обращаться за медицинской помощью, своевременно лечиться. Для предупреждения, осложнения и распространения инфекции больного человека необходимо изолировать. Желательно этому человеку выделить отдельную комнату. Помещение, где находится больной человек, необходимо часто проветривать, влажную уборку проводить с использованием дезинфицирующих средств. Общение с больным тоже необходимо сократить, необходимо носить медицинскую маску. Медицинскую маску можно не постоянно покупать в аптеках, можно и самим приготовить в домашних условиях. Это пятислойная марлевая повязка, которую можно прогладить, прокипятить и использовать неоднократно. Медицинскую маску, как это готовить, можно в домашних условиях. Посмотрите видеоролик в официальном сайте Краснокамской центральной районной больницы. Что касается тех, кто еще не болел, необходимо соблюдать меры личной профилактики. Первым делом сократить время пребывания в общественных местах, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания. По рекомендациям врача использовать препараты, повышающие иммунитет. Также не стоит забывать о народных средствах. В случае появления симптомов заболевания начать прием противовирусных препаратов с профилактической целью.